Добрый вечер понедельника, дорогие друзья! Вначале, как всегда, важная информация. Во-первых, беспрецедентное стяжение цен на Хегель. По нынешним временам событие редкое, но очень приятное. Кроме того, крутая акция на домашние кинотеатры, минус 15%. А еще классная подборка винила со скидками. Абсолютно все вот это вот вы найдете по ссылке в описании. А сейчас к новостям. Sony подготовились к дачно-сошлычному сезону и показали две портативные новинки. Малышка SRS XB100 стала единственной беспроводной системой марки, не совместимой с фирменным приложением. Да и нафиг, простите, оно ей не надо. Тем не менее, колонки можно объединить в стереопару при помощи комбинации кнопок на корпусе. Хотя, когда речь идет о подобных малышках, куда полезней бы оказалась функция не стерео, а просто согласование нескольких спикеров, дабы разбросать их по полянке и радоваться музыке. Как это реализовано у тех же JBL. Хотя, может быть, что-то такое и будет, но пока такой информации у меня нет. Вторая новинка – SRS VX800. Довольно привычный бокс с подсветкой, микрофонными входами, ну и все как мы любим. Но Sony решили, что этого нам будет мало. И дабы прокачать вечеринку, эти штуки можно объединить в массивы, внимание, до 99 штук. 99, Карл! Это ж вы представляете, что можно устроить? Я бы только ради спортивного интереса собрал сотню этих девайсов и навалил бы что-нибудь эдакое. Срочно ищу спонсоров, ведь если одна стоит 650 долларов, мне нужно всего-то порядка 65 штук зеленых. У кого есть лишние, свяжитесь со мной. Торренс, ты ли это? За несколько дней до выставки в Мюнхене Торренс показали новый хай-энд вертак – New Reference. И я прям удивлен, ведь мы привыкли, что Торренс чаще придерживается достаточно консервативного дизайна даже в дорогих линейках. А эта штука будто попала к нам, если не из фильмов Марвел, то из «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Ведь специально для этого проигрывателя, совместно с компанией Save Me On, была разработана новейшая активная система подавления вибраций, созданная на основе сверхчувствительных датчиков ускорения, и ранее что-то подобное можно было встретить разве что в премиальных автомобилях. В базе новинка будет оснащена двумя тонармами, однако конструкция подразумевает возможность установки третьего. Цена сего творения пока неизвестна, но учитывая, что только один из базовых тонармов в розницу стоит более 10 тысяч долларов, фанаты бренда могут начинать копить уже сейчас. У тебя денежки есть? Happy Birthday! Сразу два юбилейных издания в нашей сфере показали на этой неделе. Во-первых, легендарные наутилусы от Bowers Wilkins отмечают 30-летие юбилейным изданием в жемчужной отделке Abalone Pearl. Very beautiful, no? Если говорить честно, ваш акцент очень забавен. Второй юбиляр куда доступней. Rego Planar 3 50 Anniversary Edition. Вертушка получила ранее недоступный цвет под шпон грецкого ореха, дымчатую крышку, внешний блок питания и MM-картридж Rego Exact. А, ну да, еще само собой табличечку, сообщающую нам, что перед нами не просто вертак, а Anniversary Edition. Еще один любопытный факт, что британцы не заявляют лимита на производство, а значит данный аппарат скорее станет серийным. Для коллекционеров скорее минус, ну а для простых смертных с точностью да наоборот. Чего интересного в салонах? Новые полочники Sprint от Revival добрались до Нижнего Новгорода. Не менее новые напольники Focal Vestia 2 ждут вас в Казани. Очень интересная новинка в Краснодаре. Плеер-усилитель от Astalon Kern. Рекомендую послушать. Ну а потрясный усилитель от Acoustic Arts уже прогрец для прослушки в Санкт-Петербурге. К розыгрышам. Пластинка из предыдущего выпуска новостей отправляется вот сюда. А 15 мая свой день рождения празднует британский мультиинс... Мультиинструмента... Британский мультиинструменталист. И композитор Майкл Олдфилд. Между прочим, обладатель премии Грэмми. Чью пластинку мы и разыграем в этом выпуске. Не все же вам Deep Purple да Pink Floyd слушать. Просвещаемся. Условия по традиции максимально простые. Лайк, подписка, колокольчик и любой комментарий под этим выпуском. Не забудьте открыть информацию о подписках, иначе мы не сможем проверить и пластинку отдадим другому человеку. Но на сегодня новости все. Удачной рабочей недели. Всем хай-фай. Редактор субтитров А.Семкин